здравствуйте это канал максимадзе и сегодня у нас снова ретро обзоры на старые мобильные телефоны и сегодня речь пойдет о телефоне сименс а70 короче говоря этот телефон и я несколько месяцев назад нашел у себя в деревне среди хлама на втором этаже он там обнаружился и состояние у него было довольно таки ну средненькая работы работал конечно на на отлично но корпус передний за ней нормально а вот передний корпус был был стертый я купил за 100 рублей за крома и поставил и поставил сюда новые разве что вы здесь царапинка есть и теперь этот телефон выглядит просто отличие вообще этот телефон году в 2011 мне подарили узбеки которые помогали моему дядю строить дом для моего дяди они иногда сейчас они иногда и сейчас приезжают туда но редко очень самом деле вот они подогнали мне этот сименс он был не нужен он был конечно максимально простой но я люблю я любил сименс и сейчас люблю и собственно говоря так даже тогда в том же 2011 я снимал этот телефон на на камеру можете сейчас видите на картинку снятую 2011 году как раз и вы можете там увидеть в каком состоянии был корпус ну и куда-то потом куда-то телефон пропал и в итоге обнаружился вот не так давно в среди хлама короче говоря что это у нас за телефон буква собственно говоря уже символизирует то что этот телефон из низшего бюджетного класса вышел он 2005 году и выпускался в двух расцветках это как в нашем случае синий а был еще белый но белые мне мне нравится меньше мне кажется си синие более как-то элегантно по сименсов ски смотрится что ли и кстати говоря это второй телефон сименс с черно-белым оранжевым экраном первым был сименс c55 сейчас я покажу его вот он я тоже на него делал обзор тогда же он у меня тоже был это бывший телефон бабушки моей вот я увидел были ну то такой же такой же экран такой же такой же черно-белый оранжевый экран прям вот реально прикольно что два телефона монохромный экран оба телефона мне нравились хотя 65 семенс и не нравились гораздо больше значит давайте смотреть абсолютно низший бюджетный класс очень ограничен очень много ограничений по функциям и стоил он 2005 где-то около 2000 рублей или по-моему может где-то на каком-то журнале видел там еще меньше там вообще 1200 помню всего было значит несмотря на свою простоту у него довольно таки молодежный приятный дизайн как сименс всегда собственные делают классический моноблок полностью из выполнен из качественного пластика здесь мы видим кнопочки они все отдельные и так же как на c55 и многих других моделях здесь и на реке только вверх и вниз работает вправо влево не жмется мы видим сверху как вы уже поняли вот такой вот черно-белый оранжевый экран впрочем мы его еще включим разрешением 101 на 64 пикселя внизу а 70 моделей логотип синиц один и динамик динамик только один и верхняя сторона для за это зазор для открытия сменной панели снятия выемка для ремешка разъем для зарядного устройства и подключение аксессуаров здесь же находится микрофон задняя сторона довольно таки скромная здесь нет кнезда для подключения внешней антенны в отличие от вот этой к примеру моделей многих других хотя я видел картинки в которых этот разъем был видимо на ранних стадиях разработки этой модели планировали сюда добавить на разъем для подключения внешней антенны в итоге от него решили отказаться логотип сименс и задняя крышка давайте ее снимем аккумулятор по умолчанию здесь стоит на 650 миллиампер но у нас стоит на 700 здесь у нас стоит разъем под сим-карту он такой же как и в c55 новый вот это вот место она правда сломалась но под батареи сим-карты темене не все равно держится батарея точно такая же как c55 многих других монохромных семицах значит длина телефончик очень маленький длина его 101 миллиметр ширина 45 миллиметров и толщина 20 миллиметров 278 грамм месяц с аккумулятором и пора нам его включить такая вот оранжевая подсветка и экран такая вот анимация включения она только одна сменить ее нельзя можно и одна из двух анимаций поиска сети короче говоря если из присмотреться внимательнее то на самом деле как то может на камере это не так хорошо видно но мне кажется что здесь экран более яркий и более четкий чем c55 но все-таки с другой стороны это 2005 года телефон это 2002 кстати говоря это последняя модели от компании сименс с монохромным экраном потому что следующие модели монохромные в основном относились к бюджетным классом а если на средних там или или защищенных там то в основном старые были более старые модели а а вот следующая модель из-за линейки а 75 она была уже в цветном дисплее значит что мы видим состояние аккумулятора состояние сети теле 2 не отвеченные вызовы можно изменить на другую можем смотреть списки контакты вниз вверх у нас про профили профиль в самолете есть он выключает телефон и все сигналы некоторые режима можно изменить настроить и даже переименовать под каждую циферку но кроме однирки однирка это по традиции голосовая почта давайте приближу чтобы лучше видно вот так я на двойку ставил заставку на тройку игры на пятерку будильник и так далее на решетку блокировка клавиш у нас включается ну и на а на звездочку выключаются сигналы давайте зайдем в меню сообщения списки вызовов телефонный справочник будильник другие функции мелодии мои файлы и настройки меню сим-карты находится здесь хотя по моему на c55 она находилась в самом меню да вот отличается здесь немного меню ну давайте по порядку сообщения новое сообщение можно отправить смс только естественно есть шаблоны можно самому создавать их входящие черновика чопа входящим от яндекса черновик не отправлены и отправлены настройки сообщений т9 много очень много в этом мире ненавистников т9 и я один из них тоже списки вызов не отвеченные принятые набранные можно удалять время и стоимость смотреть и входу сбрасывал телефонный справочник это контакты можно разделять по группам вот иконка у группы vip как-то не не очень ну две ну два раза написано vip зачем будильник будильник только один и мы можем кстати видеть даже здесь время даже секундами удилик этот кстати сработает даже если телефон отключен другие функции это меню сим-карты зависимости от сим-карты многие нынешние сим-карты кстати уже не поддерживают это меню калькулятор не калькулятор здесь не очень удобен но 2 какое неудобное 2 умножить вот на 2 так выбирается символ не очень удобно по играм пройдемся чуть позднее мелодии установка звонка включите выключите гудок вибро сигнал можно включить громкость звучит довольно громко давайте пойдем все по каким у нас тут мелодии кстати сайты некоторые пишут по-разному но на каких-то сайтах написано что телефон может подключать пока на каких-то сайтах нельзя подключать пока я больше склоняюсь к мы к такому мнению что нельзя ибо тут толком встроенной памяти наверное нету потому что нигде про встроенную память тут я что-то не нигде не указаны не указано на сайтах вообще нигде я не нашел объем встроенной памяти также никакого интернета здесь нету никакой пап в интернет вы не зайдете мелодии здесь здесь несколько мелодии свои не поставишь есть первые четыре мелодии которые удаляются но если вы их удалить то на совсем поэтому я этого не делают не фишка кстати этих мелодий в том что тут мелодии сокращенные а это уже мелодии которые не удаляются 32 тональная полифония 32 тональная они 16 тональная как на более ранее вот так вот звучит эта мелодия все-таки 32 тональная не сорока тональная давайте послушаем как вот этот же рент он звучит на c75 думаю разницу вы почувствовали лично я точно почувствовал жаль только что она не останавливается придется заново пролистывать вниз ну вот это единственный полный рентон но звучит он не очень красиво не очень прикольно давайте послушаем как он звучит на цель шестьдесят пятом он там тоже есть но он там лучше намного звучит но это тоже полный рентон потому что он и он и так короткий изначально поп тоже сокращенный ну и сама тема сименс мобайл она тоже сокращенный вот вот здесь она кончается при том что оригинально это на 40 тональных полифонических моделях тоже тот же c65 она там где-то секунд 40 играет винтейдж вот так вот мы посмотрели все мелодии свои не поставишь другие мелодии можно выделить сигнал сообщения ставить фильтр фильтр сигнал нажать клавиш ежеминутный сигнал нафиг никогда не был нужен мои файлы картинки анимация звуки и все картинки предустановлены их 2 кружка пива так анимация анимация такая вот не такая вот их можно удалить но лучше этого не делать эти звуки мы уже посмотрели настройки настройки профиле конечно же есть индикация можно выбрать язык такие вот языки в этой прошивке доступны логотип это поставить какую-то картинку вместо теле 2 приветствие стиле анимации у нас я выбрал образец это 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 зависит короче изменит анимацию при при выключении телефона а также поиски сети и мавриваешь плашки даты пожалуйста подождите мне больше нравится образец крупный шрифт это вот такое меню никогда она мне не нравилось она меня только бесил подсветка можно отрегулировать яркость 1 сотки лучше всего смотрится контраст и контраст тоже можно настроить заставка в качестве заставки можно выбрать одну из двух картинок тех самых к сожалению цифровые часы поставить нельзя настройки соединения инкогнито похоже моя сим-карта не поддерживает его переадресации конечно же часы буддийский год даже есть не очень-то важный нюанс мне кажется ну и всякие пин коды и коды телефонов как-то ноль попыток смысле что это значит это что-то я не ожидал как какого-то и фига ноль попыток да вот стиль анимации вот шарики вот эти двигающиеся меня коды пин коды всякие сеть и аксессуары на автокомплект и гарнитура а теперь давайте пройдемся по играм игры здесь две и свои не поставишь первое это стак атак очень хорошая и одна из самых известных игрушек сименс где мы играем за такого грузчика и нам нужно в ряд ящики все вот эти ставить по залипать в ней можно если а если мы налажаем и ящик упадет нам на голову мы проиграем запрыгиваем перепрыгиваем через этот ящик и закладываем вот так и получаем за это непосредственно очки набрали всего 20 очков и вторая игра это баланс шут ничего особенного нужно просто стрелять по шарикам и желательно не упускать их чем больше мы на стреляем тем больше очков наберем если после пяти если будет пропущены целых пять шариков если пять шариков улетит вверх мы не успеем их посредить игра закончится и нам покажут сколько очков мы заработали также есть настройки игры это звуки подсветка и либо сигнал принципе это все что есть в этом телефоне давайте покажу как выглядит входящий вызов естественно моего номера вы там не увидите я за я за я отправлю сюда фейковый звонок с пранк бота барьям ну что ну и чтобы деньги с меня там не списались я не буду отвечать на этот звонок отлично теперь ждем звонок короче идет звонок только почему-то и мелодия не играет какого фига я не знаю вроде звук был включить вроде звук был ну-ка давайте по-быстрому настройки зайдем какого фига я с этого телефона звонил там все работала почему сейчас за звук не не играет ну-ка попробуем еще раз так попытка номер два вот вторая попытка сработала вот так выглядит короче звонок давайте телефон выключим теперь и будем заканчивать на этом обзор если вам понравилось видео то ставьте лайки и короче говоря как я всегда говорю шоссе господписывайся с меня эпичные видосы подписывайтесь на стримовский канал логовый канал до следующих обзоров и всем пока м а . а Субтитры сделал DimaTorzok